ПЕСНЯ Весь человек итальянского происхождения, мало того, что мы опаздывали, он еще вот тут вот держал коробки, в секьюристике, и которые никого не подпускал к фильму. Переводчик и укладчик, он у них сидел дома, с этой, с кастетой. Переводчик и укладчик, хорошо я книгу прочла, и хорошо, замечательный режиссер снял точно по книге, как это выручило, и плюс еще они прислали такой ширины пробы, что, ну это была одна треть фильма. Вот это выручило. Но вы себе не представляете, с таким количеством людей, там же ведь главное действующее это лицо люди. Я вам не могу передать, что это такое. Это было, ну, нечто, нечто просто. А потом я там позволила себе больность одну, могу признаться. У Тиквера ее нету. Вот этот актер, который сыграл этого мальчика, как Точка заговорил, он у него очень чисто говорил. А мы не говорим чисто. Мы учимся. Этого не могло быть, если он столько времени молчал. Ну да. Вот это мы внесли свое, я сказала, ну что будет, то будет, потому что Тиквер-то осматривал там. То есть в оригинале фильме он чисто заговорил? Он же говорил прямо, вот как мы с вами, да. Я в какой-то доле секунды вдруг я говорю, о, стоп, ребята, алло, алло, алло. Ой-ой-ой-ой-ой, а как же он говорит-то? А нам надо что-то, это он должен и как-то слова неправильно ставить. И, 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 и что бы он такой, как? А если бы было время побольше и не ходил бы этот товарищ, мы бы сделали еще получше. Мы бы сделали еще получше. Ну, ходил товарищ, который вот, на грудях носил, не давал. Вопреки этому товарищу у вас все-таки получилось? Вы знаете, наверное, почему? Вот это бывают чудеса в дубляже, могу сказать честно и откровенно. Я не в восторге от книги, не в восторге, не в восторге. Но меня, во-первых, заинтересовало, как же тыквер выкрутится вот с этой историей нюха. Когда в книге написано, это одно, а тогда когда... Визуально как это покажет? Да, 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 да. Выкрутился. У тебя, видно, неплохой нюх, но важно еще. Да, мой нос чует все запахи на свете. У меня лучший в Париже нюх. Только я не знаю всех названий, я должен... А, нет, 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 Баста! Не перебивай меня, мальчишка! Твоя самонадеянность поражает! Всех запахов не знаю даже я! Выкрутился, сделал. Делал. Это раз. Во-вторых, вы понимаете, вот когда в какую-то долю, я не знаю, вот секунды, минуты, когда вдруг вот эти люди на экране, вот это кино, когда ты понимаешь, что это кино. А это кино. Да, мне может не нравится этот роман, но это кино. и есть что делать. Есть, 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 есть. Вот оно. То ты невольно в это влезаешь. Ты невольно за это ухватываешься. И ты понимаешь, нельзя это потерять, нельзя, нельзя сделать хуже, чем они. Нет! Должны сделать так, или даже... Вот это произошло. Вот, наверное, и происходит тогда вот эта чудесная история, когда дубляж становится подлинником. Вот, чтобы вы правильно меня поняли. Понимаете? Тогда, когда... Ведь... Вот, знаете, как иностранцы проверяют дубляж? Вот как они меня проверяли, когда я только начала вот работать. Приезжали они, эти дядьки из Лондона, и шли к кинотеатру. И когда люди выходили, они спрашивали, как вам дубляж? Человек говорит, дубляж? Какой дубляж? А что дубляж? Они говорят, спасибо. Как вам дубляж? Да? А что? Нет. Дубляж, что это? Спасибо. Если у человека не возникает раздражения... То есть он не замечает этого? Он не замечает дубляж или что? Он смотрит кино. Вот так они проверяют. В общем, правильно. Это правильно. Очень правильно. А вот тогда, когда раздражает, ох, это страшно. И это, значит, могу сказать, мы с ним очень здорово знакомы, потому что он закончил гик, пришел на студию Горького, а я же работала на студии Горького. Вот к нам, значит, в штат. Вот он снимался у Лиозновой. Был кусок звездной болезни. Да, у матросов нет матросов. После этого фильма. Значит, немножко стукнулся, к морденью об стол. Но для меня этот человек очень талантлив. Очень талантлив. Человек, который может очень-очень много. И я считаю, что он не использован. Не повезло. Вот знаете как, к сожалению, буквально двум поколениям актеров не повезло. Не повезло, особенно те, кто кончил гик, пришел в кино, вот оно заглохло, вот оно тут в ТБ, и люди оказались не у дел. И вот эти какие-то урывки работы. А человек очень много чего может. И вот даже то, что он сейчас снимается в этих сериалах, не его эта работа, не его эта работа. Жалко, что не увидели, что может в сто раз больше, даже не в десять, а в сто раз больше и интереснее, и профессиональнее тех людей, с которыми он работал. Он, вот он, вот он артист, который чувствует кожей, он вот как и Рудик Панков. Вот кожей чувствует человек, как вот в него влезть. С плохим характером. Характер не сахарный. Но плевать. Вот для меня плевать. Я вот сейчас жду Шрека четвертого. И придет Вадик послом. И это будет опять некоторое, так сказать, да, ничего. Но зато это будет замечательно. Это будет замечательно. Понимаете? Ну, не повезло. Вот, ну, не повезло. Жалко, 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 жалко. Но могу сказать утешение только одно. Не только ему. Такому количеству людей не повезло. Это сказка. Это сказка. Вот то, что человек работал в театре, в хорошем театре, все-таки в ВДТ, там есть такая театральная закваска профессии актерской, которую, вот, как говорится, ничем не убьешь. Широчайшего диапазона человека удивительно интересно работает. С ним работать вот у меня на сегодняшний день у меня есть два любимца. Это Володя Еремин и Борис Клюев. Потому что, да, еще Володя Зайцев. Понимаете, помимо вот этой одаренности, которой тяну оттуда, потому что, когда я училась, и вот только мы пришли на первый курс, Цицелия Львовна Мансурова нам всем сказала, научить мы не можем. Это смешно. А мы лишь оправляем в рамку то, что вот кинул, вот, товарищ. Кому-то он кинул очень много, ну, так по мере уходящей, так сказать, вот. Вот этим кинул много. Ну, это мой крестник. Это мой крестник. Первая сосватанная мною роль его. Это было в Молдавии, был такой там фильм-сказка Фрэс Фромос. С моей легкой руки его взяли. Вот, да, у него была, так сказать, с моей подачи. Вот он в дубляж так попал, да? Нет, не в дубляж. Зачем? На съемку. А, просто на съемку. На съемку, на съемку. Он женился в Москву, переехал в Москву, здесь не было работы, я его первая, ну, я по этому, по Белоруссии помнила. Вот они как раз Белозароичем два были. И я его взяла, какой-то у меня был узбекский трехсерийный фильм, потому что название это уже, так сказать, запомнить невозможно. И он у меня тогда первый раз встал на дубляж, вот, так сказать, узбекское кино. Вот, потом я его очень рекомендовала, своей маме на студию, потом я рекомендовала, кстати, Кхесе Александровне Лакшиной, потом Арабовой и Альпировой. И они выбрали. Могу сказать, что поначалу это была рубка, рубка. Но он набирался, 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 вот, и постепенно он приобрел такую уверенность в том, что он делает. Уверенность в том, что он может. убирался, а потому что, наверное, когда в начале вот пути такое, ну, вот этот штат, ну, вот этот вот фильм, который неудачный, и вот больше никуда не берут, а в штат был это, Белоруссия, а потом вот он переехал в Москву и два года, так сказать, вот вроде бы там болтался, да, то, наверное, а тем более у мужчины, который должен быть кормильцем в семье, да, то, наверное, как-то там что-то случается. И я думаю, что вот эти какие-то неуверенности эти первые, вот это было вот оттуда. А по мере того, как он понимал, что то, что он делает, это хорошо, и что это успешно, и вот уж тебя приглашают уже, вот Юткевич пригласил тебя, а вот там еще тебя пригласили. Понимаете, и человек обретает веру в себя, и тогда происходят уже вот эти чудеса, что он может делать, ну, даже больше, чем думают некоторые там режиссеры, а вот он вот такой, вот только на таких брать. У нас это, к сожалению, существует в кинематографе, что ах, ах, такой вот красивенький, ах, так-то-то-то-то. Вот это как вот было с Тихоновым. Ведь у Тихонова две гениальных роли, характерные. Дело было Пенькови, Мичман Панин. Вот это его. Вот-вот-вот, красавчик. Вот-вот-вот. И не дали человеку. А сколько, наверное, ушло-то. Вот прилепляют ярлык. Ну, как с Демьяненко случилось после Шурика? Вот Демьяненко, вот я когда, сколько, лет, наверное, 12 назад мы с Юрой Гейко сделали первую статью о дубляже, вот я вспоминала и говорила, ведь Демьяненко за кадром делал с людьми чудеса. Чудеса. Просто. Вот скажите, нет? Да. Да. Вот было бы вот это вот кино с этим знаменитым народным артистом, не хочу называть фамилию, чтобы не обидеть. А я считаю, что нет. Там Демьяненко. Для меня Демьяненко. Потому что то, что он сделал за кадром, это чудо. Это чудо. Это мой ученик. Значит, он ко мне попал, закончив Щепкинское училище. Я не помню, кто ко мне привел. Очень скромный мальчик, значит, который делал так называемые гуры, эпизоды. Но не очень долго. Я поняла, что я смогу вот этот тот материал, с которого я смогу много получить. Хотя вот по сей день, так сказать, он сам уже уверовал, что он герой. Нет. Он замечательный характерный актер. А я лепила героя и была права. Вот когда он сам у себя озвучивает героя, не надо этого делать. Я все время говорю об этом. Не надо. А вот когда он у меня делал этих героев, вот это и было. Мы работали в поте лицам. Надо отдать ему должное, что он очень хотел. Он отличался от других молодых актеров именно вот этим. Хочу. Хочу. Потому что по большей части приходят, ну, что он говорит, деньги зарабатывают. А здесь было хочу, хочу, вот хочу. А когда хочу, тогда ты понимаешь, что вот этот материал, из которого ты-то и хочу и получаешь. И вот получаю по сей день. Потом у него было трудное материальное положение, у него там масса всяких домашних историй. И я говорю, давай укладки научу. Ты помимо этой, потому что ну тут, ну тут, да, ну не каждый день, правда. Научила укладки своеобразным довольно-таки способом. Он делал мне, да, так сказать, исправляла, рассказала про все премудрости, научила, стал укладывать. Замечательно. А потом я говорю, слушай, посиди около меня. Давай. Ну ведь тоже это век довольно-таки короткий может быть. давай режиссуре будем. Ну ладно. Я говорю, не, ладно, давай. И он начал сидеть. Я ему давала кусочки. Я говорю, ну давай, на, пожалуйста. Делал. а потом был фильм Вестов с Моникой Белучи, как же он назывался, там, где ее там все, что она проститутка, ее там все бьют, мэм, 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 ой, забыла, как же она называлась. Но не важно. Короче говоря, я говорю, хочешь, я тебе отдам это кино. Я подобрала актеров. Давай, я в зал не войду. Ну, а как же я буду? Я говорю, ну вот, так вот и будет. Я буду сидеть вот тут. Я буду сидеть. Что-то ты видишь, скажешь, и раз он у меня не получается. Давай. И вот так он делал кино. Так весты по сей день думаешь, что это я. А это он. Вот так было начало. Потом, через несколько лет, я ищу ему уже здесь, но не в этой студии, а в малом театре, я отдала ему еще одно кино. Я говорю, давай, я тоже буду. Он говорит, ты не волнуйся, я буду сидеть. Вот. Сделал. Сделал. А потом, пять лет назад, когда я, в общем, уже задумала уходить из фильма, я пришла к тоже рожденному мной Жибелину и говорю, я говорю, вот, нам вдвоем с Максаковым тяжело такое количество делать. Я говорю, я вот учила человека, давай дадим. Ну, клади голову на стол. Я говорю, да хоть две. Давай. Положила голову, он ему дал чино. Ну, вот, с тех пор он работает пять лет. Марина Дюжева, к сожалению, сейчас не работает. Марина Дюжева сейчас все снимается. Хотя звали много раз, но одно время, вот, когда ничего не было, работало у меня очень много. и вот даже с ее мужем мы написали статью. Вот. Марина очень интересная актриса. Мне жалко, что мы ее не можем заполучить сейчас. Не знаю, где она там снимается, что снимается, но я понимаю, что для съемочной актрисы, конечно, это очень важно. вот, очень талантливый человек, очень одаренный человек, широкого диапазона, то есть она может делать как лирическую героиню и может делать острохарактерную тетку. Вот такой диапазон у артистки. с моей легкой руки оказался на телевидении. Мне позвонили работу в штате Мосфильма, много у меня озвучивался. Позвонили как-то и попросили, это был первый на телевидении какой-то рекламный ролик. и вот дала Диму красивейший голос. А вот он озвучивал в этом, в чернокнижнике. Вот, потом он много у меня очень озвучивал. одно вот время до тех пор, пока не перешел туда, стал голосом канала, а вот теперь уже стал сниматься, я очень рада за него, хотя... Да, для меня эти вот то, в чем они снимаются, 300 серий, 400 серий, это не кино, да. Ну, наверное, тогда, когда много сидел, когда не снимали, когда хотелось, то вот это вот уже и кино. Да, конечно, так сказать, за кадром быть обидно. Вот. Ну, что я могу сказать, что внешность, внешние данные и голосовые данные очень богатые. Очень богатые. Но это актер, с которым нужно работать. Работать, крепко работать. вот одних надо строить, другим надо говорить слова любви, третьим нужно вот подбадривать так вот, да, четвертому, вот каждому нужен свой подход, потому что, особенно вот то, что приходит молодежь, вот на них иногда приходится повышать голос, что я безумно не люблю. Но приходится, потому что полный род дикции, полный. Ребята, чем занимались? А вот у нас там как живые работают? Ну как живые работают? Что же ну ты в театре работаешь? Что там бедный зритель слышит? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот каждому нужен свой подход. Диму нет, Диму не строят. Он человек обидчивый и очень. Тоже мой крестник. Первая его роль чернокнижник. Бились головой об экран. Маша Дюжева там была, как раз мы еще все вместе стояли. Маша Дюжева у меня молила и говорила я тебя умоляю. Кончай это безобразие. Кончай это безобразие. Я не могу. он был очень зажат. Крайне зажат. Крайне. Но он очень был точен опять таки говорю по своей физике, по своим голосовым данным. И то, что мы из него понимали хором даже уже хором мы таки вынули. Вот не представляя себе вот другого. Потом был чернокнижник где-то делали они на хлопушке в Киеве вторую часть это было ужасно. Потому что я пошла смотреть девять с половиной недель со своей приятельницей а так получилось что мы пришли а вот тут вот этот второй чернокнижник а потом девять с половиной говорим ну что мы будем где-то гулять давай пойдем посмотрим это и это вот нет на шарклянке было лучше это песня это песня значит вот за редким исключением он чисто дубляжный актер бывает когда человек как бы сказать вот черта эта индивидуальность вот понимаете вот казаков индивидуальность вот вы разбудите казаков там ну еще там кто ну Армен Жаргашханян когда не хочет разбудить сказать Шармен значит и есть количество прекрасных актеров индивидуальностей Юра Яковлева но не может он никого звучать он может только звучать Юру Яковлеву хотя он работал на дубляже на нескольких фильмах да это было ужасно это было ужасно он все это понимает понимаете потому что он такой индивидуальности да а Рудик Панков вы понимаете вот он как-то вылезает в оболочку удивительно того персонажа которого он делает ну конечно не на сто процентов тогда когда режиссер так сказать вдруг махнется и предложит человеку так сказать ну в общем ну не ну не совсем его то так сказать да но на 98 человек растворяется вот он озвучивает этого и этого этого и этого ну не Рудик это это не Рудик это вот другие разные люди это редко бывает это очень редко бывает вот такое влезание вот в эту в кожу в оболочку того персонажа которого он дублирует ну я сама занималась когда укладывала мне не нужен автор литературного перевода был мне нужен хороший переводчик нет сейчас хороших укладчиков вот то что мы сейчас называем укладчиком нету профессия профессия исчезает делают 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 синхронно делают да вгоняют перевод но это не то что было при советской власти во-первых у нас нет и редактора нет и редактора у нас редактируют последнее время сами заказчики ну что случайные люди тоже в общем это вкусовщина мы вынуждены выполнять вынуждены выполнять потому что всем хочется кушать они заказчики кто заказывает мозг мозг вот ее да вот эта профессия ушла ушла вот я бросила заниматься этим умерла Вика Чаева ушла с этой профессии Енина Жеймо это дочка Енина Жеймо это была великолепный мастер этого дела блистательный мастер вот я у нее училась вот во-первых никто не учит никто не учит я выучила вот такая Катя Барто есть она работает и у нас и в Питере но с каждым годом все хуже и хуже работает могу сказать не в обиду ей ну хуже в силу просто обстоятельств так сложилось они не живут уже в России они половина в Болгарии половина в Таиланде это очень сказывается вот вот я Катю учила она около меня сидела два года бесплатно так же я сидела два года вот около Яни была такая Марина Гаврилка был такой Саша Приденталь который этим занимался вот я около них сидела и вот я училась нет сейчас почему-то все могут и как-то как бы сказать очень легко к этому относятся что а что там подумаешь засунул так сказать текст переводчика хорошо если переводчик владеет замечательно русским языком но правда сейчас русским языком делается что угодно теперь мы можем спокойно говорить так сказать давай ложи тут свою книгу и все оказывается нормально вот я вам рассказывала про Мэлли Поппинс когда вот понимаете когда вот работаешь душа поет ногами стучишь и тебе хочется бежать на работу каждый день и каждый день и жалко расставаться жалко расставаться список Шиндлера стоит особо на меня произвела такое впечатление эта картина когда я ее увидела и вот могу сказать наверное может быть идиоткой посчитаете а может быть и нет может быть поймете но может не поймете мне было безумно трудно работать эту картину я ее так эмоционально восприняла и каждую роль которую мы выписывали каждый эпизод каждый гур каждый крик вот это было счастье что я вынуждена была стоять на Мосфильме в этом огромном зале темный и не видели что я стою я плачу понимаете я ничего с собой не могла поделать вот были такие сцены когда я только думала господи господи только бы вот актер не заметил господи возьми себя в руки нельзя так а когда мы подбирали фильм когда была перезапись то я вынуждена даже была вот выходить из зала настолько фильм вот он так вот эмоционально как-то ай таких таких фильмов мало это редко в общем-то бывает а любимых фильмов много я вам скажу я очень люблю трех своих бондов очень люблю они они шикарные я считаю вот для меня пирс бросман самый лучший бонд потому что мне вот показалось что он вот вот его писал флеминг его его и не даром ведь история это была флеминг его как увидел молодым сказал вот он а в это время он снимался в каком-то долгоиграющем сериале и тогда бы была неустойка такая что там бы штанов не хватило с трусами вот такая произошла история но все-таки он успел захватить не любила очень любила Ветховена обожаю такое кино бэйб первый бэйб первый ой ой ну это прелесть это прелесть это замечательно ну чтобы вот так вот знаете как бы сказать ну вот труп невесты хотя это совершенно другое оно очень замечательное кино такое талантливое кино такой мультфильм прелестный очаровательный Шрека первый Шрек произвел впечатление и хотел сделать но вот чего-то мне там вот честно говоря и по сей день чего-то не хватает вот мне лично и потом я очень люблю мультипликацию рисованную а вот когда это человеческая рука и вот я делала князя Владимира был такой случай и мне безумно я взяла это кино хотя скандальная история грязная поганая неприличные люди не дай бог с такими встретиться у которой зачинатели зачинатели не тем кому достался прокат а понимаете ну такая картинка я как увидела то прямо ой как закатилась ну вот есть вот кино которое ну вот парфюмер да 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 это кино понимаете когда попадает руки кино кино вот тогда сказка вот это поганая система советского редактирования поганая система советского редактирования я о ней вспоминаю с восторгом и почему они были так же как и мы все вот тем же прессом они это была их работа они выполняли то что им предписали у меня была дикая история я укладывала польский фильм и у меня слесарь говорил ну с этими бабами же нельзя договориться пришла редактор из госкино которая принимала у нас дубляж и сказала баба вот она вот так взяла слесарь и говорит баба вы что с ума сошли это кто я ей говорю я говорю так у нас был фильм бабы Рязанские так одну минутку толстой кругом баба прошла баба ушла я не знаю никаких баб Рязанских я не знаю никакого толстого бабу брать и мы сделали женщину но потерялось это вы понимаете до чего глупость проходила да но почему я вспоминаю с восторгом потому что редактура была образованная редактура владела русским языком редактура которая по мере сил и возможности делала все для того чтобы мы с текстом выходили с текстом чтобы это был текст а не там вот Вася который нам присылает там я хочу чтобы это было вот так а мы говорим есть товарищ начальник попробуй не скажи та же история между прочим это очень смешно там было госфино сейчас заказчик а все то же самое но нет редактора нет редактора нету который владеет вот этим понимаете поэтому в русском дубляже было много хорошего и еще то что актеры утверждались худсоветом текст обсуждался фильм принимался принимался в двух инстанциях понимаете и плохо и хорошо я так обратила внимание то что мы делаем последние года два не только у нас кризис в кино не только у нас там тоже кризис мало хороших фильмов вы понимаете когда вытаскивают вот может быть я не права может быть вы можете подумать что ах вот она в таком возрасте что вот тогда это не воспринимала не 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 я я живу без возраста слава богу у меня паспорт и я это два разных человека но когда мне на экран вытаскивают простите член во весь экран и значит начинаются мотания как конским хвостом и меня убеждает что это искусство извините пожалуйста это бред это чистое разложение не надо этого вот этого не надо это не кино это не кино потому что это не искусство это фотография вот как вот стоит голый дядька на нудистском пляже ну сняли о какой у меня длинный член замечательно ура ну и замечательно и что и что а кинотеатр приходят дети а кто думает о том что приходят дети а при советской власти было детское кино между прочим а где у нас сейчас детское кино нету а мультфильмы наши угробили кино наше детское угробили его нету а вот так сказать пичкается вот этим и все аааа замечательно ааа ура а что ж там замечательно там уже ничего замечательного нету ну вот так сказать полчаса половой акт идет замечательно ну вы бы сходили еще в бордель это очень просто поставили эту камеру и снимаете давайте ребята вперед и что здесь такого а что от искусства а искусство все таки а ведь я думаю не даром Ленин так сказать быстренько приглядел что кино то ага что из него можно ну и чего что это такое понимаете нельзя чтобы из кино уходило искусство нельзя так же как я терпеть не могу когда вот люди рассказывают как они снимали кино зачем зачем вы открываете вот это как вы снимали особенно сказки приходит маленький ребенок он верит в то что там так сказать жираф разговаривает и замечательно а вы а вы начинаете рассказывать как там вот это вот дядя озвучивал там это как нарисовали там жираф что же вы всю сказку испортили нельзя этого этого нельзя да даже и взрослым что вы сейчас рассказываете так сказать как делаются эти спецэффекты зачем пусть это будет тайной когда тайна тогда как-то интересно ну вот а теперь то уже никому не интересно спецэффекты уже все вот так наелись ну совершенно верно а что правда правда нельзя это должно быть за семью печателя ну и что вот мы приходим с вами предположим в Третьяковскую галерею висит портрет димно написанный ну просто с ума сходишь туда сюда ходишь смотришь ну у меня был художник я так сказать все это знаю но если бы мне так сказать что ага вот как это это тут лисировка это 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 ой мне уже было бы все неинтересно тогда уберите его это чертям собачьего это же интересно когда ты вот так вот видишь и смотришь а убрали эту убрали вот это и все вот все на продажу все на показ нельзя все на продажу нельзя все на показ это это глупость ведь безобразие творились и во французской так сказать этой самой во дворцах но они были закрытыми дверями там догадывались что там происходит ну а чего вытащили то это ну я говорю вот этот саша комнату вот у нас дублировали это безобразие мужчины артисты выскакивали я говорю нет это не важно ну что же это такое я понимаю я понимаю потому что а что ну вот что ты это сделал ты зачем а у нас ведь кто будет там спрашивать сколько лет пришел это купили билет ура еще один человек в зале ну я понимаю что можно купить еще и диск все правильно и поставить дома но там все-таки родители ходят а здесь уже никакие не родители и пришли так сказать замечательно ну это жалко вот это жалко что это теряется что это уходит что уходит сказка уходит сказка что уходит 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 Продолжение следует...